ну что всем привет сейчас я в стокгольме около на кока-коле делать нечего и решил снять один видос еще один смысле дополнительно garmin своему навигатору потому что спрашивает народ типа какие у меня настройки там а не у каждого бывает там получается настроить поэтому я вам покажу просто свои настройки на своем garmin который я настроил один раз и больше не их не трогаю вот так возьму получше поставлю о чтобы видно было ну вот сейчас посмотрим двигайтесь по обозначенному маршруту вот здесь есть настройки кнопочка то есть нажимаем на кнопочку и смотрим менюшки здесь всякое есть и так 1 у нас идет карта 10 по транспортное средство как это можно выбирать и так далее но это на вкус 3d ну типа повернутая карта можно сверху смотреть вот так вот так что детализация карты но я выбрал себе высокую потому что мне интересно иногда посмотреть скажем там речка протекает амулозера рядом больше тогда показывает намного территорию скажем так правда много много поворотов показывает всяких дорог всяких мелких показывает средние достаточно но я так уже к высоку привык поэтому нормально тема карты тема кто что хочет выбирает я выбрал польскую это так кнопки на карте здесь есть кнопки на карте то есть когда у вас гпс работает здесь постоянно например он установить по умолчанию вот здесь звук типа прекратить ну здесь всякие можно установить кнопки сейчас выключаю так что так вот ну то я тоже выключу мне не надо ой чёрт забыл сохранить так тема кнопка на карте вот я выключаю и сохраняю слои карты объекты вдоль дороги просто показан там бензоколонка стоянки всякая дорожную обстановку показывает ну там пробки типа здесь прямо то что рисуют ну и журнал поездки можно выбрать это тоже можно скажем когда остановились посмотреть потом после можно уже где вы ездили и так далее мне это тоже не надо совсем так слои на карте теперь панель управления панель управления это можно выбирать вот такие всякие пока тут что-то у меня мало добавить всегда еще можно звуковое оповещение скорости у меня выключено потому что просто надоедает каждый раз сигнал этот тинь-динь тинь или как-то там нет смысла его тоже устанавливаю вот эта моя карта стоит цен европы 2017 кома 10 ну здесь это другой так теперь обратно теперь идет профиль грузовика то есть здесь можно уже заранее профили вот у меня готовые скажем просто раз выбираешь там любую хоп выбрал типа выбор профиля он будет поэтому профили всегда работе вот adr на пример у меня сразу раз и готова adr там то есть можно всегда он прибавить сам профиль состоит вот посмотрим сейчас полная масса максимальная нагрузка на ось ширина машины высота машины общая длина длина 16 метров количество трейлеров один опасные вещества нет но если вы adr возить то здесь можно вот выбрать видите категорию то есть когда вам дают бумаги там же всегда все написано то есть раз вы выбираете типы ядовитые вещества но он будет соблюдать знаки и так далее помимо этого еще там пишут когда adr везете в какие туннели там можно проезжать какие нет конкретно написано все точно написано б е нельзя проезжать раз отмечаете и он вас в эти туннели уже не заводит так что это нормально я тоже так езжу и нормально обычно с норвегии когда везешь там довольно таки многое туннели приходится проезжать теперь предупреждение и советы предупреждение то есть когда едешь вот рис посадки на грунт боковой ветер узкой дорога крутой поворот все это он показывает предупреждает заранее крутой спуск подъем низкие ветви деревьев но вот это я как-то он мне показывал пару раз всего только это я так проезжал и думала где тут интересно низкие деревья так понять не могу все равно ничего не задевал но я забываю что просто на дороге прямо торчат как бы сбоку с правой стороны скажем не обрезаны или что такое вот это иногда бывает показывает ну а толку никакого деревьев скажем именно границ вот показывает интересно границы подъезжаешь он заранее показывает что граница например ты готовишься прикольно движение грузовых машин типа запрещено то есть он просто на карте показывает знак впереди которые там вы едете как каждого появляется то что впереди показывает раз он показывает значок типа грузовикам вес запрещен скажем на правую сторону вы знаете что налево и прямо можно например так показывает изменение ограничения скорости тоже у меня это выключено не по изменения ограничения скорости включена а это знаки показывает у меня да 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 то есть знак 70 едешь он показывает один сигнал дает пинг он говорит что новый знак 70 следующий знак когда будет 80 он снова про сигналит покажешь на 80 стал и вот тип доставки вот у многих вот это по-разному настроена здесь например мы есть дальнее расстояние есть типа ближнее расстояние доставка просто дальнее расстояние если выбрать например если взять город то он у вас может ввести так как будто вы мимо города и эти то есть в объездную например вот здесь в центре город он вас возьмет вот так вот в весной и повезет в принципе это нормально но с другой стороны у нас бывает так что в одном городе скажем две точки нужно обслужить вот на первую точку заезжаешь обслужил снова на гпс координаты набираешь вставляешь на вторую точку до него как бы скажем три километра а вот он как раз гпс пытается снова вывести вас на ту дорогу в объездную и оттуда уже заводит опять снова то есть он не хочет напрямик через город вас вести такая вот ерундушка поэтому у меня простая доставка чтобы просто напрямик как бы всегда дорогу выбирает здесь и дороге вообще элементарно здесь я говорю здесь едешь в городе абсолютно нормально нету смысла там объезжать что-то или так далее так ну здесь еще здесь все есть автодом еще типа для легковой можно сказать ну и навигация теперь расчет маршрута вот здесь тоже многие не знают что выбрать напрямик меньше топлива кратчайшее расстояние не выбрано наименьшее время тогда он более точно все маршрут рассчитывает то есть если выбрать другое постоянно то дальше через другую дорогу и так далее на меньшее время выбираешь самую оптимальную дорогу короткую выбирает нормально исключить из маршрута то есть можно исключить развороты автомагистрали сборы пошлины трафик паром и это карпула полосы для карпа черт знает не знаю что такое и дороги без покрытия вот я выбрал дороги без покрытия чтоб тоже не туда не заводил потому что если заведет так заведет через лес куда не точно объезды например вот можно добавить набрар объезды скажем вам то мне нравится не знаю дорога да вот отмечаешь дорогам и скажем до сюда вот он отмечает этот участок типа нежелательно он всегда этот будет помнить и обводить вас всегда скажем вокруг проезжать гармин он такой ведь на самом деле что когда карты например обновляешь он сразу записывает то что у тебя старая здесь я уже записано он все это сохраняет в итоге если вы будете гармином всегда пользоваться у вас это всегда сам будет сохраняться и точно про если вы потеряли гармин там или но вы идете покупать вы просто снова вводите файл старый он все сюда основу программирует потом просто обновляете опять все нормально становится так что так вот можно зону также выбрать объекты зона это уже вот так вот зону можно выбрать типа город скажем так дополнительные объезды у меня включен есть природа охранные зоны но это тоже не знаю что там запретить как машину нас евро 6 поэтому можно везде абсолютно проезжать режим ограничения отключение элементов во время движения ну кнопки там типа нельзя нажимать пока едешь чтобы не отвлекаться типа но это бред вот имитация гпс через 400 метров поверните на право имитация гпс для использования в помещении то есть помещение тоже будет работать в принципе можно выбрать пускай работать у меня не выключен даже не знаю через три сна то нет раз поверните на право ну что мы смотрели сейчас навигацию теперь экран и цветовой режим яркость исключения экрана снимок экрана можно сохранить там кнопка появится тогда выберите кнопка появится он поверните направо затем поверните на право bluetooth есть то есть можете подключить телефон или компьютер там не знаю ну для телефона то есть здесь а он еще как работает hands free то есть вы можете разговаривать довольно-таки нормально и слышно так что нормально пробуйте так трафик ну трафик это вот я сейчас поверните направо затем поверните интернет можно же интернет подсоединить сейчас метод пришло чуть сообщение какие-то посмотреть где-то bluetooth включаются вот я включил bluetooth сейчас в принципе он должен подключиться автоматически потому что я уже подключался так и так трафик текущий провайдер трафика не знаю зачем эти подписки когда может дополнительно что-то покупаешь там может быть для этого единицы времени текущее время формат времени километры формат координат вот формат координат многие скажем не знают вот у меня выбран для скандинавии вот такой формат то здесь есть разных много форматов и то есть когда первый раз вы покупаете гпс какой вы ставите вы понятия верните а эти координаты то же самое что в гогли в картах получается такой то есть гогли карты спокойно открываете нет проблем у вас эти же координаты вводите и все будет работать так датум 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 я не знаю что это такое видно код какой-то так формат координат посмотрели единицы времени язык клавиатура язык голосовых сообщений русские язык текста русские клавиатуру эстонский выбран эстонский выбран потому что швеции норвегии там есть буквы например буква а из двумя точками вот эстонский сразу выбран что нам как раз есть такие буквы поэтому тут раскраска клавиатуры теперь у нас оповещение идет предупреждением рядом с точкой сближения ну то есть говорит типа подъезжаем скажем там осталось там 300 метров и вы подъехали типа камеры безопасности причем все показывают нормально вот можно единичный сигнал я выбираю ну чтоб меньше шумел как бы так это посмотрели и информация об устройстве о системе тра-ля-ля-ля-ля-ля здесь можно все почитать например дополнение камеры возьмем здесь на английском лицензия лицензии короче говоря так отправить координаты передачи можно отправить история поездок сохраняет можно очистить историю поездок ну вот я очищу скажем потому что я не пользуюсь может там что-то осталось там так ну что здесь все у нас тогда посмотрим другое посмотрим на это громкость ведь и раз спокойно громкость легко сделать то есть громкость это не на 80 или 85 стоит например голосовое управление голосовое управление поверните на право громкость до 85 стоит выход так что вот так так и вот еще вот интересно кнопку нашего регулировка авто настройка громкости аудио микшер мультимедиа телефон типа навигации что громче говорить будет ясно ну что осталось кнопка приложения в приложении у нас есть погода так а погода почему сейчас не работает надо подключится автоматически не подключилась надо было на кнопку нажать вот как он подключается теперь он через интернет начинает сюда информацию видите показывает скажем погоду в данное место где вы тут находитесь или куда запрограммировано и так далее ветер так показывать интересно 3 314 километров в час или 3 кома 14 непонятно влажность 53 процента сейчас 21 градус но я бы не сказал что здесь 21 градус здесь 30 не все стабильно у меня такая жара палит просто здесь а так избранные города метеорадар вот что это такое это надо покупать уже за отдельные бабки дорожные условия какие-то тоже там ну там дополнительные всякое оригинала мне вот то что здесь есть вполне достаточно и хватает для всего абсолютно тракер узнавайте где я это есть такая фишка я учат все пытаюсь настроить вот видите даже просмотров я отслеживаю то есть здесь в данный момент сколько человек смотрит именно вас где вы находитесь то есть эту информацию выпускаете в интернет там есть определенные карты и так далее там и там прямо вас сразу будет в онлайне видите где вы едете и так далее то есть для жены можно это сделать там не знаю для ребенка своего там для интереса чтобы просто знали где вы и так далее там друзьям там сейчас это еще можно фейсбук отправлять сразу же отсюда просто у меня как-то не получается это еще да он есть фейсбук twitter тут и всякое можно то есть узнавайте где я видите разберете отправить можно по электронной почте да он в тракеры раз нажимаете что тут выбрать на пути скажем туда в течение скажем 15 минут это будет отображаться что я поехал типа туда но это просто информация идут просто вот отправить то есть он отправляет чисто на почту это там у меня было выбрано конкретно на почту раз отправить нажал он шик отправляет выйти раз быстро отправил нормально никаких проблем причем нет я сейчас не так показал причем вот это он мне на почту отправил это у меня короче говоря на поверните направо на этом на планшете короче говоря информация туда придет здесь я не знаю вот у меня это фейсбук сейчас не включается и что-то пытался тут один вечер включить что-то не знаю как не получилось короче говоря если кто знает черканите или покажите ей то может как-то писать надо снова фейсбук или что-то но я так быстренько попробовал так раз и забросил короче говоря так вот есть такие фишки так что здесь еще профиль rolex имя в тракере вот меня можете посмотреть дома на набрать и будете смотреть от меня секретов нет никаких так май гармин уведомление тракер типа включенная отслеживать в течение 15 минут вот это то есть течение 15 минут меня будут отслеживать сейчас старая то что осталось там 3 3 июня сегодня 7 поверните направо так вот это я себе буду покупать это стоит что-то 5 евро что ли на год что ли я не помню по моему 5 евро на год до фото life то есть служба позволяет просматривать изображение камер наблюдения в режиме реального времени на основании дорогах некоторых городских зонах финляндии это везде работает там даже в интернете есть камера что можно смотреть я хочу здесь именно что просто можно голосом например управлять там будет включить типа камеру там он покажет там впереди и так далее что там творится ну то есть зимой очень хорошо и еще в принципе почему хочу камеру что норвежские камеры интересно будет показывать или нет то есть в норвегии все-таки интересно заранее погоду знать поэтому есть такая фишка но это мой телефон с кем подсоединяется теперь есть планировщик маршруту у нас вот несохраненная поездка это что куда ездил также можно и составлять свой маршрут то есть выбираете время прибытия удалить местоположение можно то есть когда вы что-то набрали там неправильно дополнительное сюда заходите раз изменяете или удаляете там и так далее здесь он потом снова перерасчитывает но честно говоря нудно потому что выбираешь например удалить удаляешь он снова начинает все пересчитывать и далее вот те сейчас давайте примером скажем покажу так как же мне пример показать я вам покажу например да вот поехали сюда сейчас он рассчитает 57 64 84 процента 100 рассчитал вы верните налево затем поверните направо нет моделировать нам не надо чуть я выбрал моделировать сейчас данный момент где мы находимся видите грузовой значок показывает для этой дороги нет данных о доступности грузовых машин типа всегда соблюдайте знаки типа то есть когда такой значок показывается значит вот гармин у него нет данных об этой дороге поэтому вот так вот ну и вот что я тут хотел посмотреть то нам надо посмотреть было планировать маршрута вот несохраненная поездка то есть я собираюсь например сюда нам это нужно нет опять удалить не дает то есть видите опять мучиться сделаем по-другому например я выбираю точку скажем проехать отсюда до вот кстати видите я выбрал здесь точку я могу теперь посмотреть здесь погоду вот раз нажимаю на текущую палит позицию показывал там еще 22 градуса показывает также погоду на целую неделю вот так довольно таки быстро скажем так вот это удобно так я выбрал теперь старт нажимаю то есть добавить к активному маршруту и вот здесь у нас можете выбирать менять вот эти свои точки ну скажем на которую первую приехать на которую вторую автоматическому сам тут а все ставит по очереди все так готова то напишу ну вот теперь нам надо перейти в приложение через 200 метров поверните это не ровно затем верните на этом выбрал надо снова в настройки зайти ну и вот теперь у нас появилась лишняя . например да я теперь хочу удалить то есть я нажимаю удалить и вот начинается удалить местоположение до нажимаете он снова рассчитывает маршрут чтобы дальше это пошло нужно снова нажать на старт и он снова вот здесь еще скажем он пишет название типа с какой с точки начать ну первая точка куда приехать надо будет но пишет название а вы даже не знаете название в итоге думаете блин и что тут а выбрать ну выбирать лучше ничего не надо потому что он автоматически ставит другой стороны непонятно и снова начинает пересчитывать да нет же где-то я выбрал моделировать теперь нам надо это выключить сейчас мы пойдем и это выключим где это в настройках было где-то навигация пользовательские без вот имитация значит вот имитация в помещении наверно потому что нам имитировать не надо было так вот приложение вот это мыши пропустили адреса по имени по номеру это искать типа можно сказать через в интернете так теперь у нас есть посещенные ну так вот у меня выключилась камера перегрелась короче говоря на улице так жарко что перегревается видите ну и так вот это на чем мы остановились посещенные объекты короче говоря здесь и было такое что он отмечает посещенные объекты как-то я это уже не помню эта история поездок нужно смотреть то есть на какой стоянке вы стояли скажем дольше всего как-то так он показывает то есть например если вы там стояли 24 часа то он эту точку запомнит нужно будет легко посмотреть последняя остановка тоже видите последнюю остановку запоминает тоже здесь видно когда по времени стоишь поскольку не сохранить можно если сохранить вводите имя и сохраняете так голосовое управление задать фрак опять сказал выход когда в машине тихо он работает вообще идеально просто претензий нету вот тихо даже можно сказать вообще все слова узнает классно но как стоит машину завести не тихо завести а когда едешь скажем если музыка играет то довольно-таки трудно с ним разговаривать приходится музыку выключать и тогда разговаривать только здесь также вы можете задать голосовую фразу ну чтобы он включался для голосового поиска например там включить можно задать да он включится здесь просто голосовое управление попробовал искривить слава слова все равно находит выход выход глухой так все равно здесь еще была кнопка отключить указание голосовое управление включено отключить указание отключать нам их не надо здесь а книжки вы можете закачать слушать спокойно пока едете удобно и затем что он не мешает там навигатор все показывает просмотр картинок тоже загружать все сюда надо мировое время ля 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 токио лондон причем кто-то не знаю но без разницы калькулятор есть конвертер миль километр можете преобразовать здесь что расстояние скорость площадь валюта температуру объем вес короче для шофера как раз понадобится справочник так что то здесь и стекло странно ну и как пользоваться здесь спокойно может смотреть так здесь принципе все вот у меня телефон скажем сейчас подсоединенные по bluetooth появилась кнопка сразу телефон то есть обзор категории сразу посмотрим тоже сохраненные объекты ля 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 можно выбирать например зону отдыха что он здесь покажет то что ближнее зону отдыха здесь почему-то для телефона не знаю здесь набираете номер звоните голосовой наоборот теперь говорите типа что у вас телефоне так и будет записную книжку прочитывать скажем так кому что удобно указать домашний номер телефона ну чтобы быстрее находить его или чё там так ну что это это посмотрели диспетчер задач вот мои остановки я все стер поэтому мне ничего нет сообщение это можете с начальником общаться здесь и так далее но здесь нужно уже подсоединяться там к чему-то я не знаю вообще это даже интересовался статус не получены серверы короче по цене от куда-то надо датчики вот это что за датчики до сих пор не знаю у меня кнопка вот какого-то датчика работает а что за подключение я не знаю вот поиск как пользоваться поиском и так итак сейчас минуточку как пользоваться поиском короче говоря можно убивать адрес город по буквам изменить страну прежде нужно чем здесь набирать что-то и вводите спокойно город ля 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 бывает что он вот тут ну да это даже вот здесь короче он выдает который вы похожие есть выбираете здесь а нормально сюда вводите координаты то есть раз рендер андром далее ввели готова все здесь же вы сразу можете посмотреть погоду что там за погода а маршруте можете посмотреть он нажать старт и поехать так грузовые т.с. здесь можно выбрать все объекты зону отдыха скажем вы ищете зону отдыха и здесь можно выбрать тогда мой активный маршрут пункт назначения но об этом я вроде уже говорил в первой части где сейчас например раз вам покажет рядышком то что здесь есть то есть нужно всегда выбирать вот здесь что вы хотите здесь быстро поиском то что вы обычно ищете но здесь тоже такие выбраны мойка для грузовых ну может кому-то надо продаж для грузовых например мойка первая мойка 38 39 километров больших бензоколонки то есть показывает он даже 24 часа работает дизель плюс дизель простой ну поверьте этим никогда не пользуюсь у нас своя мойка поэтому и вот здесь короче есть категории то есть можете категории искать по категориям потом есть сохраненные то есть сохраненные все мои места сохраненные довольно таки много здесь у меня всего то есть и видите по километражу все идет сначала от минимум начинается до максимума то есть вы когда едете например до рядышком вот первое начинается попавшийся показывает то есть тут же можно найти то что рядом у тебя есть уже сохранен ну то и последнее то что вы набирали скажем вот здесь можете посмотреть свою историю то что вы набирали здесь ниже я уже вывел кнопки просто свои ну чтобы быстро не искать сразу раз нажал будет считать про раз заправка нужно так тракт об 0 6 километров до заправки здесь я например у меня шел да я всегда раз шел видите уже выдает только набираешь шел и все скажем так ну что здесь печера ну и все здесь принципе больше скажем так ничего и нету задать дом удалить ну скажем ну теперь если выбрать карту на карту нажимаете вот он возвращается на карту и здесь вы можете уже смотреть здесь есть трафик то есть затор по маршрутам сейчас у меня не выбрана фото life это вот то что я хочу купить посмотреть плотность движения но сейчас тоже не показывает они у меня же адрес вообще-то выбран там здесь можно смотреть у нас нормально ну и здесь вы можете посмотреть обозначает так далее так что значит без звука выключили это просто остановить навигацию телефон объезд здесь даже показывает обезд выбрали типа там двигайтесь по обозначенному маршруту на съездах обслуживания то есть именно для автобана вот это на автобана когда съезды большие и вот он показывает когда будут съезды вы хотите просто заправиться на съезде просто будет бензоколонка хотите поесть там вот так хотите заночевать там вот такую найдете там такие вот пироги и и и и так он здесь можно посмотреть будет вот будет здесь и на съезде всегда можно взять уменьшить это вот здесь увидите пишет авария вот аварий на расстоянии 30 километров длина один километр затора то есть вот так вот будете подъезжать он вам покажет это странно что он так отсюда не показывает этот ну да ладно ну вот вы хотите сюда раз добавляете трафик плац и едете туда на бензоколонку он снова рассчитает все двигайтесь по обозначенному маршруту здесь показывает сколько до прибытия осталось до конечной точки причем километров здесь сколько минут осталось и во сколько я приеду во сколько я приеду он показывает всегда точно минуту в минуту ну когда в пробках уже конкретно застрянешь тогда да начинает изменяться время так где я например тоже кнопка 1 и он сейчас смотрит где вы то есть вот он вывел конкретно координаты я нахожусь нажимаете сохранить войти имя и сохраняете спокойно движение к моему местоположению счетчик движения есть здесь и вы можете все смотреть восход солнца закат вот это может быть понадобится кому-то так слои карты об этом уже тоже говорил здесь просто кнопки выведены быстро ну вот и все вот принципе все получился такой обзор маленькие аж устал немножко скажем так здесь просто жарко 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 вот такие вот пироги вот все тогда на сегодня так что если у кого есть garmin не знает выбрать какие настройки можно элементарно скопировать как меня будет нормально так что вот так дерзайте пробуйте всем пока лайки до новых встреч и новых видео пока